Время киноискусства закончилось. В Ивановской государственной филармонии состоялась торжественная церемония закрытия года кино. 2016-й Ивановцам запомнится кинофестивалями, акциями и российскими премьерами. Например, ожидаемый фильм «28 панфиловцев», часть съемок которого проходила в Тейковском районе. Юбилейный фестиваль, посвященный 110-летию Роу «Дети и сказка» и благотворительный фестиваль «Света лучезарного ангела». Вообще прошло около 150 различных кинособытий, и в них принял участие почти каждый четвертый житель нашей области. В файе филармонии развернулась выставка, посвященная Году кино, на фотографиях кадры из фильмов и портреты знаменитых режиссеров и артистов. Здесь же презентация книги «Ивановое кино». Это первое издание в регионе, которое рассказывает о вкладе наших земляков в развитие кинематографа. К выпуску книгу готовили сразу несколько авторов. Авторов очень много. В том числе здесь есть материал, посвященный кинотеатрам Иваново. Это тоже отдельная тема, которая тоже собрана в такой блок интересный. Лично я писала статью про Олега Борисова, потому что мне посчастливилось познакомиться с его вдовой. В минувшем году от Министерства культуры Ивановская область получила 20 миллионов рублей на оборудование новых кинозалов в ВИЧУ, Гитейкове, Родниках и Фурманове. Пока новый кинотеатр открыт только в Тейкове. Остальные появятся в муниципалитетах позже. В день торжественного закрытия со сцены филармонии звучали не только поздравления и благодарственные речи, но и музыка из известных кинофильмов. Окестр гремит вас сами, трубачек дувал иметь. Думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь. В заключение посетителям показали российский фильм-катастрофу «Ледокол», премьера которого состоялась 20 октября 2016 года. История основана на реальных событиях, которые происходили в 1985 году, когда «Ледокол» Михаил Громов отправился в экспедицию на Южный полюс. А новый 2017 год объявлен в России годом экологии. Мария Попова, Денис Денисов, РТВ Иваново.